Медиагруппа «Авангард» представляет. 7 и 8 декабря. Москва. SOC Forum 2021. Не пропустите главное событие отрасли о центрах мониторинга и противодействии кибератакам. Подробности на сайте socdefisforum.ru Всем привет! В эфире свежевыжатый подкаст. Мы беседуем о технологиях, о процессах, кадрах, вообще обо всем, что так или иначе связано с security operation центрами. Все мы это делаем в преддверии большого мероприятия, SOC Forum, который пройдет в Москве 7-8 декабря, на который я, пользуясь случаем, всех слушателей приглашаю. Ну и сегодняшний гость Николай Арефьевс, основатель проекта RST Cloud. Мы сегодня будем говорить про Threat Intelligence. Николай, привет! Всем привет! С чего хотелось бы начать? TI вообще очень противоречивая тема из того, что я вижу. То есть, есть люди, которые достаточно скептично к ней относятся, не видят, скажем так, большой ценности или смысла использовать эту информацию. Есть адепты, те, кто активно применяет TI. Вообще, насколько, по твоим впечатлениям, на текущий момент, конец 2021 года, тема TI стала прикладной? Много ли соков вообще поднимает? Для чего и как работать с Threat Intelligence? Ну, смотри, давай ответ на этот вопрос построим из двух частей. Первая, стала ли тема прикладной? Для топовых соков, да, она стала уже прикладной. Ребята многое прошли. Они понимают, собственно, что такое TI, в каком виде он присутствует на рынке и в открытых источниках. С многими проблемами они уже столкнулись. Другое дело, наверное, почему мы разделились на два лагеря – адептов и противников TI. Тут, наверное, всё-таки хочется попробовать раскрыть тему, с чем же сталкиваются соки, когда начинают пользоваться TI, какие у них есть проблемы на их пути. И на самом деле вот здесь придётся сделать развернутый ответ, потому что как бы в два предложения его не уместить. Значит, давайте посмотрим на TI, какой он вообще бывает. У нас бывает он платный, бесплатный и собственный. И здесь важно понимать, если мы говорим про платный TI, то есть мы покупаем каких-то поставщиков, которые нам TI предоставляют. Есть определённая специфика у того TI, который предоставляет поставщик. Какого рода? Понятное дело, что угроз у нас очень много в мире, и покрыть их все одна компания не может. Каждый поставщик начинает фокусироваться на каких-то определённых направлениях. Допустим, кто-то фокусируется на СУТП-шном сегменте больше, кто-то фокусируется на правительственном сегменте и так далее. То есть всё, что связано с госучреждениями. Таким образом, у нас получается, что поставщики явно или не явно, вольно или невольно начинают фокусироваться в определённых сферах экономики, куда они больше всего ориентированы. Остальные области стараются покрыть, но уже не с такой глубиной покрытия. Это первая проблема, с которой может столкнуться СОК, который покупает такой фит. Просто может не угадать, не усмотреть, не понять. То есть, у меня большая часть заказчиков – это, допустим, госучреждения, а я покупаю фит, который больше заточен… Ну, как бы TI, точнее, не фит, а всё-таки TI. Заточен на SOTP-шный сегмент или IOT-сегмент. И вот у меня первая проблема, мы первый раз промахнулись. Что касается бесплатных источников. Если СОК выбирает бесплатный TI, он обычно сталкивается с тем, что источников множество. Мы там дальше будем говорить про различные уровни, конечно, TI, которые тоже несут в себе проблемы. То есть, стратегический, тактический, операционный, он же технический. Но, тем не менее, источников очень много. Их нужно как-то с ними работать, обрабатывать, извлекать оттуда информацию. Это тоже бывает вызов для СОКа. Это следующая проблема, с которой можно столкнуться. Ну, и собственный TI, как бы… Ну, что тут скажете, может быть, да, это TI, который генерируем мы сами внутри СОКа как бы своими руками. Но здесь тоже есть ловушка, в которую попадает часть СОКов. Вот вроде бы у нас есть линии, да, ребята расследуют инциденты, реагируют на инциденты. Если есть команда, которая занимается реверсом Malvari, это еще лучше. Они поставляют информацию уровня Threat and Tell. Но оказывается, что нам нужно потратить ресурсы на то, чтобы научиться извлекать из них эту информацию. То есть, понятно, что ребята обычно нагружены. Они заняты 24 практически на 7. Ну, не практически, а так оно и есть. И накладывать на них еще дополнительные требования, связанные с тем, что ты должен что-то куда-то документировать, вписывать, что вот ты расследовал, выявил такие-то техники и тактики и так далее. Это может быть большой вызов. Соответственно, этот процесс надо построить внутри компании. Как бы в своей жизни, работая в различных компаниях по информационной безопасности, я изнутри наблюдал, как это бывает иногда тяжело сделать. Это следующий вызов, с которыми сталкиваются соки, которые начали генерировать свой внутренний TI. И надо же понимать, что когда мы генерируем свой TI, его нужно сгенерировать в таком виде, который бы мы потом смогли использовать для того, чтобы написать свои детекты. Собственно, это же не просто заметки на полях. Кто-то должен это все почитать, ознакомиться, написать детекты для средств защиты и имплементировать, собственно, в сете средства защиты написанные детекты. Это вот верхняя часть айсберга. Давайте попробуем копнуть глубже, с чем же детально сталкиваются люди, которые начинают использовать TI. Так или иначе, и соки используют TI, когда с ним сталкиваются. И хотят использовать у себя. Давайте вспомним, что есть стратегический, тактический и операционный, он же технический, TI. И здесь нас подстерегают еще больше всяких вызовов. То есть, граблей, на которых можно как бы споткнуться. Первое. С точки зрения стратегического TI, то есть, понятно, что это информация о том, какие у нас есть тренды, собственно, какие есть угрозы в мире, куда развивается информационная безопасность и мир угроз в том числе. Многие такие отчеты не обделены маркетинговой составляющей. Нам явно нужно понимать, где заканчивается маркетинг и где начинаются уже действительно какие-то тренды. С точки зрения тактического TI есть тоже ряд проблем, с которыми сталкиваются пользователи. То есть, это отчеты о техниках и тактиках, которые используют злоумышленники, либо это результаты анализа работы какой-либо Малвари. Это техническая информация, которую вот так вот просто взять и переложить на детекты достаточно сложно. Ее нужно пропустить через голову людей внутри сока, которые понимают, о чем идет речь, понимают, что ценного в этом отчете, как из этой информации сделать непосредственно детект. Это, как я и говорил, тоже процессная вещь. И ее нужно выстраивать. Это следующая проблема. Ну и самый нижний уровень – это технический TI. Как правило, это индикаторы компрометации, это IP-шники, домены, хэши, урлы, и-мейлы, ключи реестра, мьютексы, имена файлов и так далее. Здесь у нас как бы большая часть граблей зарыта именно на этом уровне. Потому что многие с этого начинают. Вроде бы, ну вот есть у нас источник, который предоставляет список и подрисов зловредных. Ну здорово, давайте загрузим куда-нибудь в CM или на какой-нибудь периметровый межсетевой экран и начнем блокировать. А выяснится, что вот этот индикатор начинает много фалсить. Вот здесь, собственно, мы не понимаем, почему он вредоносен, нет какого-то контекста. С этими индикаторами тоже приходится работать. И вроде бы простая вещь – список индикаторов, а головной боли по их обработке тоже много. И кто-то, когда начинает пользоваться TI, попадает на все эти грабли. Я как бы видел такие прецеденты, что есть те, кто прошелся по всем этим граблям и ушел в лагерь тех, кто говорит, что TI – это маркетинговый базворд, и он бесполезен. Есть те, которые попрыгали на некоторых граблях, но поняли, как с этим работать, как правильно применять TI, какова его роль, какова его суть, и что с ним еще дополнительно надо делать. Прошли этот путь, набрались опыта и начали более-менее успешно использовать у себя эту информацию внутри сока. Такой достаточно длинный ответ, но, тем не менее, я думаю, что он позволит понять, почему вот так вот на несколько лагерей разделяется сообщество относительно работы с TI. Спасибо. Мне кажется, в этом ответе отчасти еще был ответ, почему далеко не все в это идут, потому как такое количество граблей, а если к этому еще прибавить, по моим ощущениям, классика жанра, компании, соки, стараются в первую очередь собрать как можно больше информации. Есть же разные источники, давайте мы их все соберем, всю вообще информацию к себе, а потом придумаем, что с ней делать. А потом ее становится так много, что и вот начинаются все те вопросы, о которых ты говоришь. Тогда вот, скажем так, совет от тех, кто понаступал на грабли. С чего начать? С тем, кто еще, может быть, не успел пройти по этой дороге разочарований. Что делать тогда для того, чтобы, скажем так, сразу, уже имея опыт, который прошли другие компании, правильно выстраивать работу с Threat Intelligence? Ну, смотрите, давайте вот этот вот весь подход все-таки разделим на две части. Почему? Потому что вот работа с техническим TI, эти подходы сильно отличаются от того, что мы видим, допустим, на тактическом, стратегическом TI. Потому что специфика немножко разная. Поэтому давайте вот по порядку. С точки зрения работы с тактическим и стратегическим TI, чтобы не попасть на эти грабли, ну, во-первых, надо четко понимать, какова структура вашей команды, есть ли у вас сейчас люди, которые готовы будут заниматься именно TI, фокусированно заниматься TI. Почему? Потому что нельзя сказать, ну, вот ты там инженер третьей линии, ну, вот у тебя появится свободное время, если оно у тебя появится, ну, ты еще почитай какие-нибудь отчетики там, вот, и придумай какие-нибудь детекты из этих отчетов и там сделай правила корреляции для СИЭМа. Вот такая схема не работает. Это первый шаг к тому, чтобы как бы попасть в ловушку вот этих вот всех проблем. Поэтому надо четко понять, есть ли у нас люди, которые будут фокусироваться на TI, заниматься 90% времени исключительно им. Второе, собственно, это понять, в каких секторах экономики у вас работают клиенты. То есть, есть ли у вас четко выраженный фокус на каких-то определенных заказчиков. Вот, у меня SOC, он работает с госсектором. Соответственно, и подбирать TI нужно с прицелом на госсектор тогда. То есть, делать шорт-листы с поставщиками TI, которые фокусируются именно на нем. Третье, надо не забывать, что помимо фокусированного TI, которая, собственно, работает в том, компании, поставщики, которые работают в этом направлении, у нас есть набор угроз общий, так скажем, базовый. Надо понимать, чем мы будем закрывать вот эту оставшуюся часть. Потому что, да, одно дело, хитрая атака на какой-то правительственный сегмент. Другое дело, как бы, что есть простые атаки на периметр, простые атаки на известные, использующие известные вектора проникновения в инфраструктуру. Здесь, как правило, люди смотрят в направлении открытых источников, чтобы закрыть то самое слепое пятно, которое у них образовалось, фокусируясь на определенном секторе. Понять, как вы его будете закрывать. Если это открытые источники, то как вы будете с ними работать. Об этом мы тоже поговорим, там тоже не так все просто с открытыми источниками. Ну и, соответственно, третье. Всегда выбирая поставщиков TI, или вообще начиная использовать TI даже из открытых источников, проводите пилоты. Это прям обязательная вещь. То есть, необходимо попробовать, поиспользовать, посмотреть, как оно у вас работает с учетом ваших заказчиков, особенности инфраструктуры ваших заказчиков. Сколько у вас ложных срабатываний по тому TI, который вы собрали и имплементировали. Сколько реальных инцидентов он позволил выявить. И уже после пилота необходимо тогда уже принимать решение, пользоваться этим источником или источниками, или необходимо еще что-то поискать и добавить к тому источнику, который вы выбрали. Наверное, это вот такие базовые вещи, которые стоит всегда учитывать. Раз мы про источники заговорили, но есть классика жанра, то, что называется фиды, то есть, какой-то источник тех же самых индикаторов хэшей или IP-адресов, что-то такое, что прямо на слуху. Но это явно не единственная вещь, которая существует. Расскажи вообще, какие в принципе могут быть источники, откуда можно еще черпать, помимо таких, все, в первую очередь, о которых думают, когда говорят про TI, и, может быть, есть какие-то вещи, которые недооценены. То есть, может быть, есть какие-то источники, на которые мало кто обращает внимание, а они в то же самое время могут быть как раз-таки наиболее ценными в той или иной ситуации или поставлять информацию раньше, чем, может быть, даже какой-то коммерческий поставщик. Да, смотрите, если мы говорим про те же самые тактические TI, то основным источником такой информации – это действительно есть платные подписки, когда поставщик предоставляет прямо очищенный поток новостей из мира, угроз, атак и уязвимостей и так далее. Можно им пользоваться. Если мы говорим про открытые источники, то, как правило, это блоги. Блоги, которые ведут крупные компании, занимающиеся, собственно, исследованием в области информационной безопасности. Часто это поставщики средств защиты, поставщики тех же самых коммерческого TI. Эти блоги следует мониторить, смотреть, какие отчеты они выпускают, их анализировать. Но надо все-таки не забывать, что отчеты, выпущенные в паблик, это отчеты, заведомо опаздывающие во времени, потому что пока отчет напишется, пока он пройдет внутренние согласования, маркетинговые согласования и так далее, опубликуются, пройдет достаточно много времени. Это не оперативная информация, информация, которая вам поможет в ретроспективе. Если мы говорим про индикаторы, то да, источник – это действительно платные подписки, платные фиды у тех же самых поставщиков и бесплатные источники. С бесплатными источниками ситуация следующая. Их достаточно много. Сейчас на данный момент мы в своем проекте Restecloud насчитываем более 130 таких фидов. То есть, это действительно списки индикаторов, которые можно найти в интернете. У них есть свои проблемы, попробую дальше об этом тоже рассказать. Это первое. Второе из открытых источников, что можно использовать – это Twitter, как ни странно. Много индикаторов оперативно появляется именно в Твиттере сейчас. Туда публикуют как сами компании, так и независимые исследователи в области ИБ. Бывают такие ситуации, когда индикатор в Твиттере или набор индикаторов в Твиттере появляется раньше, чем он появляется даже в платных источниках. Почему? Ну, просто потому что независимый исследователь обнаружил какую-то бинарь, ее обработал, проанализировал, вытащил оттуда индикаторы и опубликовал их в Твиттере. Следующий источник – это непосредственно различные репозитории, открытые на GitHub. Потому что кто-то публикует в Твиттере, кто-то публикует в репозиториях у себя на GitHub подборки этих индикаторов. Это тоже хороший источник, потому что, как правило, там индикаторы снабжены контекстом. Он почти так же, как и в Твиттере. То есть, мы всегда знаем, что вот этот IP-шник является управляющим сервером для какой-то там Malware. Или вот этот вот домен, он является фишинговым. Как правило, эту информацию там предоставляют, там указывают. Ну и следующий по популярности – это, наверное, Pastbin, аналог все-таки GitHub с точки зрения объема информации. Он тоже содержит в себе оперативную информацию. Часто бывает так, что публикуют пост в Твиттере и прикрепляют ссылку на документ в Pastbin. И, собственно, там можно подчеркнуть эту всю информацию по индикаторам и ее использовать. Наверное, это основные источники, которыми можно пользоваться. Говорить о том, какие есть плюсы и минусы в этих источниках, можно. Но я думаю, мы дальше попробуем хотя бы кратенько коснуться, потому что есть тоже много нюансов. Ну вот если взять истории с Твиттером, предположим, я представляю SOC, есть какие-то рейтинги, я не знаю, есть какие-то списки этих аккаунтов, или это все индивидуально набирается со временем? Их же, скорее всего, сотни этих аккаунтов, где потенциально может публиковаться эта информация. Последний раз я видел репозиторий на GitHub, где человек постарался собрать как можно больше аккаунтов людей в Твиттере, которые публикуют индикаторы. В его репозитории насчитывалось где-то 252 источника, то есть 252 аккаунта, которые публикуют индикаторы. Мы в своем проекте эти источники также, этих людей также как бы мониторим, смотрим, что они публикуют. По нашей статистике, что актуальных и активных людей, которые публикуют в Твиттере, из этих 252 – это где-то порядка 30-40. Что значит актуальных? Это те, кто публикуют индикаторы хотя бы раз в неделю. Потому что большая часть аккаунтов – это публикации раз в месяц, раз в полгода и так далее. Ну, в общем, получается, кто задастся такой целью, он так или иначе может найти все эти списки, все эти аккаунты для того, чтобы сформировать какую-то свою подборку, если человек хочет следить за появлением индикаторов через Твиттер, например, или тот же самый Гитхаб. Да, все так, к сожалению, придется это делать руками. Соответственно, да, если удастся найти вот такую подборку со списком, это прям повезло. Но, как правило, я не говорю, что эти 252 – это полный список, потому что, допустим, я встречал, что у нас в перечне источников, которые мы мониторим, есть те, которые в этот список не попали. В Твиттере, если мы уж его коснулись, есть такая особенность, есть аккаунты людей, которые занимаются агрегацией твитов других, то есть делают ретвиты просто. И как только вы начнете разбираться, где в Твиттере найти источники индикаторов, вы, как правило, наткнетесь на таких людей. Проходя по ретвитам, вы сможете получить сами такую подборку. Да, потребуется определенное время потратить. Это как бы не сделать за пару часов. Придется потратить время, поискать. Но, тем не менее, выхлоп от этого есть, и польза от этого тоже есть. Потому что, как я и говорил, в Твиттере, как правило, есть индикаторы, есть хоть какой-то контекст, то есть описание того, почему этот индикатор плохой. И даже часто бывает, что прикладывают ссылки на песочницы типа Энирана, где можно посмотреть, как бы, как сдетонировала молварь, как бы, и дальше более глубоко уже самим изучить, что же там такое происходило. Вы слушаете свежевыжатый подкаст. Разговоры о центрах мониторинга и эффективной кибербезопасности. Хотите больше? Приходите на СОК-форум 7 и 8 декабря 2021 года. Здесь только признанные эксперты, новейшие технологии и лучший опыт. Регистрация на сайте sokdefizforum.ru. Количество мест ограничено. Коллеги, приходите на СОК-форум. Это очень большое мероприятие, объединяющее в себе множество соков. Поднимается много интересных тем, связанных с безопасностью и с ОКами. Тема TI, она очень горячая. Очень горячая у нас в России. И там мы сможем ее в том числе обсудить. Как правило, люди начинают, большинство, скорее всего, начинает с открытых источников, работу с Threat Intelligence. Этих источников много, ты уже сказал. И, как я понимаю, проект, которым ты являешься основателем, вы как раз и создали для того, чтобы бороться, видимо, с какими-то проблемами, которые присущи открытым источникам. Что это за проблемы? С чем может столкнуться СОК, который решает использовать Threat Intelligence из открытых источников некоммерческих фидов? Смотрите. Собственно, как, наверное, здесь стоит все-таки немножко рассказать, как появился проект. Что мы часто наблюдали, работая в компаниях, занимающихся в сфере информационной безопасности изнутри? Часто бывает такая ситуация, что принимается решение, «А давайте будем использовать TI». «А давайте». Это здорово, модно, молодежно, стильно. Соответственно, ну, давайте посмотрим, какой у тебя у нас есть. Ага, стратегический, маркетинговые отчеты. Ну, мы их и так читаем, как бы мы там на подкорку себе записываем эту информацию, она и как-то ее опосредственно используем в процессе работы СОКа. Тактическая вещь. Ну, здорово, тут описание техник и тактик. Было бы здорово использовать. Кто у нас будет этим заниматься? Ну, к сожалению, пока некому. Хорошо, давайте пойдем дальше. Вот есть у нас индикаторы. Тоже вроде части А. А давайте их использовать. Как бы вот списки и подрисовавших золовренных, вот доменов. Вот мы это можем все загрузить в CM. И давайте так и сделаем. Давайте. Берем, загружаем, начинаем использовать. Понимаем, что очень много фалсов. И здесь, как правило, принимается решение. Так, нас это не устраивает. Давайте, как бы, пока эту тему подморозим. Тема на некоторое время замораживается. С развитием СОКа и пониманием, вот что такое ТИА, из чего он состоит и где его использовать, возвращаются обратно наверх. Возвращаются к уровню тактического ТИА и начинают действительно выделять людей. Они начинают его анализировать. Видят, что даже там есть индикаторы в этих отчетах. Начинают только их забирать, использовать у себя внутри СОКа. И часто даже обратно скатываются на самую последнюю ступень. Начинают использовать открытые источники с индикаторами, но уже по-умному. То есть, имея уже определенный опыт и понимая, куда эти индикаторы лучше встроить, как их лучше предобработать, как их лучше собрать. То есть, набравшись опыта. Мы здесь как раз видим в своей миссии, миссия нашей компании заключается в том, чтобы снять с людей вот эту проблему, связанную с вхождением в ТИА через индикаторы. То есть, мы забираем на себя всю головную боль, связанную с сбором из открытых источников, нормализацией, обогащением, ранжированием, очисткой этих индикаторов. То есть, мы собираем с интернета изо всех мест, где только можно найти индикаторы, их предобрабатываем и выдаем как готовый уже фид. Тем самым стараясь как раз вот эти проблемы минимизировать и уменьшить количество адептов, отрицающих полезность ТИА, так скажем. Когда мы говорим, что компания начинает сама использовать открытые источники с точки зрения индикаторов, с чем она столкнется в первую очередь? Как я и говорил, с многообразием источников. 130 – это просто фидов, то есть, просто всяких XML, текстэшников, HTML, мисповских, джисонов в мисповском формате или стиксе. Вот это все нужно собрать, за этим нужно следить, что каждый день мы или каждый какой-то период времени все это собираем, это корректно обрабатываем, куда-то у себя храним, собираем и храним. Во-вторых, надо понимать, что очень много false positives есть в открытых источниках, их надо очистить. Для этого там можно использовать различные списки исключений, которые тоже нужно поддерживать в актуальном состоянии. И следующее – это обогащение. Понятно, что часто мы собираем индикаторы, и мы просто видим один IP-шник или один домен, или один URL. Что на нем висит, какая малварь, какой группировкой используется данный домен URL, мы, как правило, там можем не знать, там будет пустота. Поэтому необходимо внедрить процесс обогащения этих индикаторов. То есть, используя либо пересечения между источниками, либо какие-то внешние знания для того, чтобы обогатить этой дополнительной информацией. И последнее – это постараться ранжировать индикаторы, потому что индикаторов будет много. Вот сейчас, на данный момент, мы получаем каждый день порядка 400 тысяч всего по всем источникам, всех типов уникальных индикаторов. Соответственно, загружать каждый день 400 тысяч индикаторов в свои средства защиты, ну, прям памяти не хватит, скорее всего. Через некоторое время, как бы, СМ скажет, нет, мне маловато оперативки, дайте еще. Поэтому необходимо понять, какие из этих индикаторов наиболее опасны, и постараться поставить на реал-тайм-мониторинг исключительно их. Поэтому, как бы, с этим придется столкнуться, с этими проблемами сталкивается каждый, кто начинает заходить в тему TI через индикаторы. Но если мы заходим в тему TI через открытые источники такого тактического TI, там тоже надо понимать, нужно будет делать для себя подборки этих источников. То есть, подписываться на блоги различных и независимых экспертов, и крупных компаний, Microsoft, Kaspersky, Positive, Group IB и так далее. Включать это все в свою, так сказать, RSS-ленту и каждый день планомерно мониторить, смотреть, что там появилось, и обрабатывать, собственно, соответствующим образом, как бы, извлекая оттуда знания. Если мы говорим про SOC, да, где у нас много аналитиков, то есть, получается, это надо еще и делать какой-то... Это RSS-лента должна быть условно общей, да, то есть, все должны ее просматривать, или же на это выделять какого-то чтеца, который будет все это анализировать, или, там, команду людей, которые будут заниматься именно анализом и извлечением этой информации. Вообще, какой здесь подход? Смотрите, как я и говорил, что, как бы, выбрать человека одного, который бы занимался в свободной от работы временем анализом отчетов, это, как бы, путь в никуда. Как правило, эта роль называется TI-аналитик, и их, может быть, от одного и более, как бы, лучше, конечно, более. Как показывает моя практика, вот, минимальное количество людей в роли TI-аналитика – это, как минимум, два, соответственно, ну, чтобы была заменяемость и так далее. И тут, наверное, стоит поговорить про компетенциями, которые должны обладать эти люди, потому что TI-аналитиком нельзя назначить просто так человека, как бы, вот, идет кто-то по коридору, хватаешь его за руку и говоришь, вот, теперь ты будешь TI-аналитиком. Так это тоже не работает. Почему так? По нескольким причинам. Причина номер один – человек должен обладать хорошим бэкграундом, потому что ему предстоит анализировать те же самые тактические TI, то есть, отчеты. Это отчеты могут заключаться в описании уязвимости в сетевых протоколах, в ошибках на уровне операционных системах, прикладного ПО и так далее. Человек, который читает весь этот отчет, должен хотя бы в общих чертах понимать, о чем тут вообще идет речь, как бы, в чем проблема, в чем цимис всей ситуации. Ведь ему нужно, прогнав весь этот отчет через свою голову, сформировать потом некие входные данные для написания детектов по этому отчету. Поэтому широкий кругозор знаний в области IT, в области ИБ, он должен быть. Второй немаловажный момент. TI-аналитику предстоит так или иначе, как бы, общаться внутри своей команды. Если мы говорим про процесс, выстроенный процесс внутри SOC по анализу TI, а это процесс как раз извлечения, допустим, из внутренних ресурсов этого TI, плюс получение снаружи, он должен будет общаться с достаточно большим количеством людей, договариваться, получать от них информацию, передавать им информацию. Софт-скиллы здесь тоже немаловажны. И, соответственно, следующий момент, связанный с тем, что таких людей будет достаточно сложно удержать в компании, и этим нужно целенаправленно заниматься, удержанием таких людей, и следить за их состоянием по одной простой причине. TI-аналитиков на рынке крайне мало. И этот человек, если захочет, достаточно быстро может уйти по каким-то зарплатным ожиданиям, либо просто ему надоест этим заниматься у вас в компании. То есть, за этим нужно следить. Вырастить внутри компании такого человека очень дорого, и главное, его потом будет удержать. Это штучные люди, так скажем. Ты говоришь, вырастить дорого, но у нас же, в принципе, не готовят таких людей. То есть, нет, мне кажется, ни одного вуза, который бы выпускал человека, который является даже не готовым, а даже полуготовым TI-аналитиком. Ну, и на рынке их нет, ты говоришь. То есть, получается, что для компании, для SOC практически единственный путь остается – это растить самим. Чтобы появился человек в SOC, который будет заниматься исключительно TI-ем, как бы оптимальнее всего – это все-таки смотреть в сторону людей, которые у вас работают на, допустим, третьей линии в SOC. Либо это те люди, которые у вас занимаются, если такая команда есть, реверс-инжинирингом различной малваре. То есть, это люди, у которых бэкграунд максимально приближен к тому, что должен иметь аналитик. И самое оптимальное – постараться из них выделять тех, кто будет фокусироваться все больше и больше уже исключительно на TI. Вот сейчас, на мой взгляд, это наиболее такой органичный подход. Потому что, говорю еще раз, вот с нуля взять человека с улицы и обучить ему его исключительно работы с TI-ем – это прямо долго и дорого. Плюс того, что как бы не надо не забывать про то, что у него должен быть хороший бэкграунд в области eBay и, собственно, IT. Окей. Если откатиться немного назад, мы начали говорить на тему источников. Как правильнее, на твой взгляд, оценить достаточность вообще источников, достаточность той информации, которую мы собираем? Вот, предположим, некий SOC, понимая, какая сфера ему нужна, закупил, не знаю, один фид у какой-то компании, компания X коммерческий. Как оценить этого достаточно, недостаточно? Или мы там взяли десяток фидов опенсорсных. Это, опять же, нормально, ненормально? Есть ли какие-то метрики на тему достаточности? Сколько вообще нужно источников? Это классический вопрос вообще. Сколько мне надо источников? Прямо какой-то готовой методологии я такой не встречал, которая бы сказала, что как бы нам надо использовать при ваших входных данных N источников. Скорее, здесь придется идти на ощупь. И я как бы встречал ситуации, очень много ситуаций, когда именно так и делали. То есть, какие здесь можно дать на самом деле рекомендации с точки зрения, как вообще подступиться к вопросу, как понять, сколько достаточно, а сколько недостаточно? Во-первых, это действительно надо с чего-то начать. Как правило, и это не наш локальный тренд, это вообще мировой тренд, используют одновременно коммерческие и открытые источники внутри SOC. Есть исследования Санса за 2021 год относительно того, какие источники используют компании с точки зрения TI. И более 50% там используют open source и плюс что-то еще, то есть, что-то коммерческое. Поэтому пропорционально необходимо явно брать и платное, и стараться тоже брать бесплатное. Почему? Я попробовал там раньше рассказать, чем это полезно. Как понять, когда остановиться? Собственно, как я и говорил, необходимо сначала пилотировать. Каждого поставщика необходимо пропилотировать и посмотреть за месяц, два, три, сколько у вас будет ложных срабатываний, сколько реальных инцидентов вы найдете при помощи такого TI. Необходимо проводить регулярную ретроспективу тех инцидентов, которые у вас уже проходили, были задетектированы в SOC и постараться отвечать при такой ретроспективе на один вопрос. А мог ли нам здесь помочь TI? Платный, бесплатный, наш собственный. И если таких инцидентов становится все больше и больше, собственно, мы должны, наверное, посмотреть в сторону увеличения количества источников. Все источники платные, все поставщики платного TI, они, как правило, лицензируются на год. Соответственно, поэтому я все-таки рекомендую сначала покупать на год, смотреть, как оно у вас работает, достаточно или недостаточно, или этот источник вообще очень сильно фалсит, и уже принимать через год уже какое-то окончательное решение относительно того, надо ли еще расширяться. Или достаточно того, что мы уже закупили, подключили, собрали. Если мы говорим про бесплатные источники, вот, к сожалению, там нет хорошего ответа. Там есть такой ответ, что чем больше вы в себя подключите, аккуратно пересечете, очистите, обогатите и отранжируете, тем лучше. Потому что источники дополняют друг друга. Потому что есть бесплатный источник, который поставляет индикаторы, связанные с фишингом, кто-то поставляет индикаторы, связанные с управляющими серверами, кто-то поставляет хэши Red, допустим. И понятное дело, что нам придется аккумулировать это все, использовать это совместно. С точки зрения противоборства между открытыми источниками и платными, я на данный момент не вижу этого противостояния. Они органично друг друга дополняют. Платные имеют свои сильные стороны с фокусом в определенные сектора. Бесплатные покрывают все остальное, что происходит в мире. Вместе они дают, на мой взгляд, синергетический эффект. Исследования Санса, на самом деле, немножко мои слова и подтверждают. А если говорить о конкретном источнике, неважно, он коммерческий или открытый, есть какие-то еще критерии его качественности, кроме того, что он фалсит? Понятно, что если он дает очень большое количество ложных срабатываний, это, наверное, достаточно сильная метрика, которая говорит о том, что, видимо, он плохой. Есть что-то еще, чем можно руководствоваться для того, чтобы сказать, что это качественный по контенту фит или не очень? Давайте здесь обратно-таки разделим. Тактический и технический TI. Значит, если мы говорим про тактические отчеты, необходимо проанализировать любой отчет, который мы получаем из какого-то источника. Во-первых, понимать, насколько он подробно описывает ситуацию. Во-вторых, что немаловажно, понять, можем ли мы на основе этих данных написать свои детекты. Если можем, это прямо уже хорошо. Соответственно, если не можем, нам стоит задуматься над использованием такого источника. Если мы говорим про платные источники TI, надо обращать внимание, часть поставщиков действительно уже готовит сами свои детекты и прикладывает их к отчетам. Это прямо очень хорошая история. Это прямо хороший источник. Если мы говорим про технические TI, индикаторы, то нам надо понимать, что за индикатор нам пришел, какой есть вокруг него контекст. То есть, есть ли привязка к какой-то малваре, группировке или так далее. Есть ли описание того, в какой роли выступает данный индикатор. Управляющий сервер, бэкон, еще что-то там. Это необходимо понять. Во-вторых, понять, проводит ли поставщик такого TI очистку этих индикаторов. То есть, если мы подключаем источник и видим там 4 восьмерки, 127.001, то это повод задуматься с точки зрения того, насколько качественный этот источник. Ну, в принципе, на самом деле по фалсам мы это прямо увидим. Еще раз, основные метрики. Понимание, есть ли в источнике контекст и понимание того, предобрабатывает ли эту информацию поставщик перед тем, как выдает вам. Это прям вот большие критерии, которые сразу же покажут общий уровень того или иного поставщика. Не так давно была дискуссия тоже на тему threat intelligence. Там была интересная идея, связанная тоже с качеством TI, который используется. Вот там в качестве метрики предлагалось брать то, насколько часто в процессе инцидент-респонса тебе в принципе нужен TI для того, чтобы получить контекст. Ты насколько часто к нему обращаешься. И второй показатель – это насколько часто ты получаешь этот контекст от той базы индикаторов, от той базы аналитики, которая у тебя есть. То есть, соответственно, если ты обращаешься часто, но получаешь мало информации в ответ, значит, скорее всего, у тебя там эта база как-то достаточно слабая. Не содержит того, что тебе нужно, то есть не отрабатывает на тот уровень, который тебе необходим. Вот твои мысли на этот счет, как бы ты с этим согласен, как такой возможный показатель качества TI в соке. Смотрите, тут историю тоже нужно разделить, наверное, на две вещи. Одно дело, когда мы обращаемся к TI-информации на потоке, то есть, вот мы взяли какой-то детект, как бы его написали, загрузили в средства защиты, и смотрим, как бы срабатывает ли он, выявляет ли он какие-то инциденты, и как много доп. информации еще приносит этот детект. Либо когда мы там группу индикаторов загрузили, и тоже они как бы срабатывают, выявляют какие-то инциденты. Это поточная история. Тут как бы есть индикатор, как бы есть сработка, значит, мы обратились вроде как к TI. Ну, вроде бы все совпало, все хорошо. А когда мы говорим уже про ретроспективный анализ, у нас произошел инцидент, наш индикатор не сработал, сработало что-то другое, наш детект не сработал, сработало что-то другое, мы начинаем обращаться к этой информации в сторонние источники. И тут начинается вопрос, во-первых, куда мы начали обращаться. То ли у нас стоит Threat and Tell-платформа, куда все загружается, и мы ее используем, то ли мы начинаем сами ходить по интернету, по Шадану, еще куда-нибудь, на VirusTotal, и собирать оттуда дополнительный контекст. Если мы видим, что действительно мы походили по интернету, пособирали, и нашли много дополнительной информации, нужной нам для расследования инцидента, а источник нам это не принес, это действительно может быть хорошим показателем того, что TI не полон, по крайней мере, в том виде, в котором он у вас используется. Но надо понимать, что помимо интернета, помимо того, что есть поставщики, вы рано или поздно в соке, используя TI, начнете создавать свою внутреннюю базу. То есть, некую свою Википедию, которая и будет являться вашим поставщиком TI. То есть, это будет ваша внутренняя ретроспектива на то, какие инциденты вы видели, какие техники и тактики вы видели, в какой последовательности они выстреливали, с какими индикаторами они были связаны и так далее. Со временем вы будете набирать эту базу у себя, то ли в виде файликов на файловой системе, то ли загружая куда-нибудь в Elasticsearch, или пойдя более правильным путем, разрабатывая свою, либо используя покупную Threat Intel платформу. Поэтому с точки зрения, как часто вы обращаетесь в такую систему для получения дополнительного контекста, это может являться показателем качества, но важно еще, как много доп. информации вы оттуда получили. То есть, если вы туда обратились, она сказала, что ну да, у меня есть этот IP-шник, и больше вокруг него ничего нет. Ну, вроде обратились, вроде информация есть, а пользы ей никакой не принесло. А если вы обратились, она сказала, да, смотри, это вот такая-то малварь, а еще по этой малваре у меня есть вот следующее. И тогда это уже действительно показатель качества той информации, которая втекла в эту систему. Ну, вот ты сейчас сказал некое внутреннее вики или платформа по TI, но индикаторы компрометации, если говорить про индикаторы компрометации, воспринимается как штука такая, ну, очень, скажем так, быстрая. То есть, этими IP-адресами воспользовались, какую-то атаку провели, и уже там условно через пару дней на этом IP-адресе уже, возможно, какой-то совершенно легитимный сервис поднят, а ребята, которые этим IP-адресом пользовались, уже убежали там другие атаки запускать. То есть, есть ли тогда вообще ценность в том, чтобы хранить TI, чтобы вести эту базу у себя, если там условно индикатор двухлетней давности вообще не несет никакой ценности? Или все-таки несет? То есть, надо ли хранить, как долго вообще, какой объем? Когда мы говорим про именно оперативное применение тех же самых индикаторов, то есть, тогда мы можем оперировать небольшими сроками хранения. Понятно, что как бы то же самое IP-шник, он где-то там живет по разным оценкам, как бы от двух до трех суток, собственно, может быть вредоносным. Соответственно, у урлов, доменов другие показатели, а вот у хэшей уже совсем другой срок жизни. Хэши могут жить достаточно долго, год, два, три. Есть мнение о том, что хэши вообще не надо удалять из таких баз, они должны там находиться. Потому что даже сейчас можно найти стреляющий вонокрай. Прям не так много, но мы прям видим, как приходят хэши из источников с вонокраем, хэши бинарей с вонокраем. Поэтому оперативно хранить, собственно, необходимо можно недолго. Другое дело, когда мы находимся в процессе ретроспективного анализа. То есть, у нас стреляли инцидент, мы видим, что в рамках этого инцидента используется такая-то инфраструктура, такие-то и подреса, домены и так далее. Нам необходимо как-то взглянуть в прошлое и спросить себя или систему, а мы еще когда-нибудь видели подобную активность с этой инфраструктурой. Потому что не секрет, злоумышленники, бывает, переиспользуют инфраструктуру. Бывают, всплывают домены, активируются обратно урлы полугодичной давности. Не так много таких случаев, но, тем не менее, они есть. И в таком случае нам необходимо именно обратиться в это долгосрочное хранилище и посмотреть, скажи мне, а вот раньше что еще было по этому индикатору? Он может сказать, что была, да, еще был, этот индикатор использовался вот такой группировкой. А еще эта группировка ведет себя вот так, использует какие-то техники и тактики. И это хороший повод провести трэдхантинг, собственно, попробовать поискать вот эти старые техники, даже, может быть, старые индикаторы прогнать на исторических данных. Давай, наверное, в качестве завершения нашей беседы есть у меня такое предложение. Вредные советы. Что нужно делать, если ты хочешь угробить вообще всю практику TI в соке? Ну, это очень просто. Мы берем и ставим задачу работы с TI администратору Сиема, который 24 на 7 занимается просто работой с Сиема, поддержкой его в рабочем состоянии, либо как бы сопутствующими работами. Это раз. Во-вторых, мы можем начать заходить в тему TI исключительно из индикаторов, используя открытые источники в том виде, в котором они есть. Вот берем первый попавшийся источник, вот мы открыли, увидели какой-то сайт, на котором публикуется CSV-шка, в котором просто одни и подреса, без контекста, без всего, и сказать, а, давайте мы их будем использовать. И не просто будем использовать, а поставим сразу в режим блокировки где-нибудь на периметре у заказчика. Это следующий, как бы, вредный совет, который убьет вам, как бы, и заказчика убьет, и отвадит вас от индикаторов. Ну, и, наверное, последний совет, как бы, это, а давайте постараемся собрать весь TI, который есть в мире. Вот. Или давайте подключим все источники, которые TI, и стратегического, и тактического, и технический, которые только есть. Вот давайте их все подключим и будем сразу использовать. Это тоже абсолютно невзлетная штука. Как видите, после этих всех вредных советов, видно, что на самом деле проблема TI заключается в двух вещах. Первое – это выстраивание процесса работы с TI. Если его нет, то, скорее всего, он не взлетит. В поисках ресурсов для работы в рамках этого процесса, человеческих и технических ресурсов. Если их нет, TI также у вас не взлетит. Ну, и там понимание то, что TI – это не silver bullet. Соответственно, это не штука, которая как бы спасет вас сразу от всего. И не надо думать, что если есть коммерческий TI, то он никогда не фалсит. К сожалению, даже коммерческий платный TI также бывает фалсит. Вот. Не надо впадать в эти заблуждения, и тогда с TI можно дружить, жить и правильно его использовать. Здорово. Николай, спасибо большое за беседу. И я благодарю слушателей за то, что прослушали наш подкаст. Не забывайте про обратную связь, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите отзывы, предлагайте гостей темы для следующих подкастов. Ну и, конечно же, приходите на СОК-форум, который, еще раз напоминаю, состоится 7-8 декабря в Москве. Будет возможность увидеться очно, пообщаться и поговорить на тему Threat Intelligence и не только. Спасибо. Всем пока. Это был свежевыжатый подкаст. Слушайте новые выпуски в преддверии крупнейшего специализированного события отрасли. СОК-форума 2021. Подробности по хэштегу СОК-форум и на сайте сокдефисфорум.ру СОК-форум 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 СОК-форум